Итог недели в моей семье. Мой отец Кривошеев Михаил Владимирович собирает диван. На момент записи данной программы он еще пока его не починил. Это таковые итоги в моей семье, а итоги в нашей стране и за рубежом мы подведем прямо сейчас. Партия Роста выдала кандидатуру уполномоченного по правам бизнесменов, то есть бизнес-обмунсмена Бориса Титула, кандидаты в президенты, вернее кандидатов в кандидаты в президенты, ведь у нас в стране кандидаты становятся только после регистрации в ЦИК, после того, как ты ее прошел, самую регистрацию. Хороший повод поговорить о том, что бизнесменам на выборах еще лет 20 ничего не будет светить в России. Борис Титов работал раньше в газо-химических и нефтедобывающих компаниях, но на мой взгляд те, кто работает в сфере природных ресурсов, не считаются бизнесменами. Вернее считаются на бизнесменами второго плана. Почему? Да потому что достаточно просто грамотно ресурс, будь то нефть, газ, алмаз продать. Бизнес в классическом понимании этого слова нечто другое. Это когда ты сам сделал свой проект и сам же его продаешь, как Apple, Google, Microsoft. У нас еще и другая проблема. Те, кто в России называют себя бизнесменами, зачастую ничего не создали. Все их предприятия строились еще в стародавние советские времена, а потом в 90-х они их захапали к себе в карман. Вот, например, есть бизнесмен Галецкий, который создал футбольный клуб в нашей стране, построив стадионы и школу для юных футболистов. Мало кто сейчас помнит, что в Краснодаре была другая команда, называлась Кубань, которая финансировалась металлургической горнодобывающей компанией. Ну и где она во второй по силе Лиги России, а где Краснодар в том сезоне был в 1-8 финале Европейской Лиги. Если бы Галецкий пошел бы в президента, он если бы не выиграл у Владимира Владимировича, то второй тур ему был бы обеспечен, что в современных российских реальных условиях уже можно было бы считать наверняка победой. Есть выдвижение Бориса Титова и третий аспект, самый важный. Титов, он не просто бизнесмен, он представитель Путина, его советник. И вот советник Путина, который несет ответственность за то, что он докладывал президенту из-за решения, которые они вместе принимали с Владимиром Владимировичем, начинает вдруг Владимира Владимировича критиковать. Он, который плоть от плоти, выкормыш системы. Кстати говоря, классная эмблема у партии Роста, мне нравится, но результатов 0,0. В понедельник Улюкаев подтвердил свою позицию по приватизации Башнефти, Роснефти. Он на совещании у Путина, еще до ареста, сказал, что не надо пускать западных инвесторов, у которых доля в Роснефти к стратегическому объекту Башнефть. Далее, поскольку Улюкаев стал противоречить позиции президента, Владимир Владимирович завесил старую схему, которая называлась «Черные воронки» и на западный монет подставок привету 37-му году. Сечин, который, я напоминаю, отжал свою компанию у Ходорковского, сам при этом ничего не создав, как бизнесмен, которого, кстати говоря, тоже посадили Ходорковского, не из-за того, что он не платил налоги, как нам пытаются уверять, не из-за хищения нефти, а из-за того, что был не согласен с генеральной линией генсека и отсидел 10 лет. Но вернемся все-таки к Улюкаеву. Сечин звонит ему, говорит, приедь, надо поговорить. Улюкаев подходит к зданию Роснефти, и его спереди и сзади блокируют машины ФСБ. Скручивают и увозят. Дело со стороны ФСБ ведет феоктистов, которые еще к тому же и начальник службы охраны самого Сечина. То есть мы понимаем, что ФСБ не вело, как это говорят следователи, коопционера, а было просто дано указание сверху арестовать ФСБшником Улюкаева. Просто потому, что он симпатизировал противостояние Сечин против Ходорковского и Игорю Ивановичу. Нам даже не показали, как, например, в деле былых оперативной съемки. Значит, не просто нет доказательств, а в сядке. Хотя ФСБ уверяет, что вело оперативную разработку Улюкаева полгода, а даже придумать их не смогли, те самые доказательства. Ну и лишенка на торте правового нигилизма в России. Сечин, являясь главным свидетелем по делу, просто игнорирует суд в нормальной юридической нормальной стороне, где раздается юридическое право и судебная система, судебные приставы. Его бы в нарушниках привели в суд, но только не в России. Мы видим, что раньше Кремль хотя бы имитировал судебный процесс, да, пускай с так называемым телефонным правом, то теперь высоким мира всего просто начкать на судебную систему нашей страны, которую они подорвали и продолжают подрывать. И, конечно же, им плевать Игорем Ивановичем Сечиным и другим высокопоставленным людям на Уголовный кодекс, потому что в нем есть статья за неявку в суд, но никто не был привлечен по этой статье к ответственности. Они, эти самые Игорь Иванович и Сечины, прославутые, вершат правосудие не по закону, а по понятиям ГУЛАГа. Во вторник. Почему спутник с Восточного не вышел на связь? Нам рассказали в Комсомольской правде. Это потому, что в 9 часов 40 минут по московскому времени не сработали пирозамки, которые срабатывают при отделении спутника от блока ракеты. Он мог упасть весом 66 635 килограмм на дом какого-нибудь среднеевропейского бюргера, ну, скорее американского, но, к счастью, он упал в океан. Вдумайтесь, 17 спутников, которые несла ракета, которая упала, вот она несла 17 спутников, упали в океан. Но тут есть странность в том, что кроме Швеции другие спутники принадлежат странам-членам НАТО. Уж не диверсии ли они им нужны были для изучения магнитных полюсов Земли и атмосферы? То есть они могли использоваться в геоклиматическом оружии в комплексах Харт на Аляске против нас. Если же не вдаваться в различные теории заговора, то что получается? Вот есть космодром Восточный, который стоит 132 миллиона долларов. Его устроили с расчетом того, что он будет ближе к космосу, то есть разгонный блок ракеты проделывал бы меньшее расстояние на орбиту Земли, чем на космодроме Байконур, к примеру. Но не учли то, что разгонные блоки будут падать не на нашу территорию, а в Китай. Китай, естественно, был против, и траекторию запуска ракет пришлось менять, в результате чего они падают в тайгу, провоцировая лесные пожары. Но вы, наверное, помните из выпуска новостей летом, везде полыхала леса, Сибирь, тайга, и все нам говорилось, уверялось, что это сами местные жители разводят в костры. Нет, друзья мои, потому что нас падают спутники. Они воспламеняют тайгу. И это настоящая сенсация, потому что наша власть, да, нам говорит, что они не могут справиться с пожарами, потому что поджигают лесотуристы и охотники. А на самом деле лесные пожары в центре Сибири, это все из-за нового космодрома. Вот кричат, что Рогозина, который у нас отвечает за космическую деятельность, должен стать премьером. Я это постоянно слушаю, там, вот и до. Вопрос. Простите, нам нужен такой премьер, у которого падают ракеты, и из-за них горят леса? Я думаю, нам не нужен такой премьер. И еще, из-за того, что изменили траекторию запуска ракет, все преимущества восточного пошли псу под хвост. И он должен был за это ответить за 132, миллиона долларов потраченных денег абсолютно вне куда. Рогозин по своей строгой. Но теперь в НАСА и в Европейском космическом агентстве будут думать, откуда запускать свои спутники и ракеты. А особенно, когда мы передадим Байконур окончательно и бесповоротно Казахстану. И когда Китай построит свой космодром и будет на него пускать НАСА и Европейское космическое агентство, и будет запускать успешно свои ракеты на Марс, да, на Луну, на Венеру, пожалуйста. Это все будет в Китае. Но у нас, потому что у нас ничего путем не учитывается, будут дальше продолжать падать ракеты, да и вообще этот космодром, ну не знаю, может быть, будет закрыт. В среду на Украине призвали ввести новые антироссийские санкции из-за Керченского моста. Напомню, что 24 мая 2017 года России было объявлено об ограничении параметров для прохождения судов, следующих из Черного моря в Азовское и обратно под аркой моста через Керченский пролив. Плотери Украины из-за этого составляют 1 миллионов тонн металла. Они его просто не могут сбывать. Также украинцы не могут сбывать свое зерно. То есть мы видим, зачем на самом деле Кремлю нужен был этот мост. Ведь если бы хотели пробить коридор в Крым, пробили бы его военной силой, заняв Омариуполь и всю Херсонскую область в 2014 году, однако этот мост нужен Кремлю, чтобы украинцы несли потери не только военные и территориальные, не только ГРУС-200 с Донбасса, но и экономические потери. И это, конечно же, у нас чекистская технология. Нагнуть соперника на поле боя, что даже они бы не могут производить снаряды, потому что экономика в хлам, а прикрыв поставку через морпути Крыма, мало России было. Ей еще и надо унизить украинцев, чтобы те спрашивали разрешения, как говорят, лютого ворога там, на транспортировку своих грузов через Керчь. Если бы это было бы не так, то Россия строила бы не мост, а тоннель под проливом, как в Ла-Манше. Но была поставлена другая задача поставить Украину на колени в экономическом плане. В этой связи украдипломатии надо было договориться с Эрдоганом, чтобы тот перекрыл в ответку проливы Босфор и Дордонеллы для российских кораблей с грузом. До тех пор, пока водная баллокада бы Киева не была бы снята. Но Укра-дипломатия на то, но и Укра, а не дипломатия, что этого не сделала. Да и вообще Киеву надо было приложить максимум усилий, чтобы померить Турцию и НАТО. Турцию и ЕС, чтобы совместно противостоять российские угрозы. До всяких таб. Клинкинам этого не понять. В четверг Медведев охарактеризовал атмосферу между Россией и США как отвратительной. Но я могу понять нашего премьер-министра. Вся эта система сдержек и противовесов. Тьфу. Вся эта их не там Голливуд. Тьфу. Эти гамбурги. Тьфу-тьфу-тьфу. Эта система в Штатах, которая не дает тебе обогащаться и обогащать своего правителя. Отчеты спецслужб перед парламентом, что для нас вообще не слыхано. их экономическая мощь, их развитость, их успех, их любимые Дмитрием Анатольевичем айфоны и твиттера, планшеты, которые, кстати, обещал в эпоху президента Медведева сделать Чубайс, но так это для школьников, но так этого и не сделал. И, конечно же, у Медведева это вызывает безусловное раздражение. Почему? Почему там все хорошо, а у нас все через одно место? Ой, так, и еще, конечно же, его вызывает раздражение то, что Великая Империя, в которой он родился, Советский Союз, проиграла штатам не на поле боя, а за жвачку и за джинсы. И именно поэтому отношения России и США отвратительны, потому что задевают самые глубинные чувства. Страна, которая не покорена ни Гитлером, ни Наполеоном, покорилась Рональдом, Рейганом и Биллом, Клинтоном. Но вообще, что касается про эту пресс-конференцию в четверг, до нее было абсолютно плевать, Медведев сказал, что не будет баллотироваться, но мы все знаем, понятно, кто будет баллотироваться, и понятно, что кто будет баллотироваться, тот и выиграет, но все вспоминают другое, все вспоминают именно эпоху президентства Медведева. Тогда в стране все было тип-топ, как говорит наша молодежь. Ну, сами посудите, это и победа на чемпионате мира по хоккею, это выход в полуфинал чемпионата Европы по футболу сборной России, это победа на Евровидении в 2008 Дмитрия Милана. Но не было Сирии, Украины, да, была война с Грузией, но она длилась всего-то на всего пять дней. Не водились эти жесткие экономические санкции, благодаря которым опустились на самое дно. В общем, кто бы что ни говорил, а президент Медведев был вот таким вот классным чуваком, в отличие от премьера Медведева. И это безусловный факт. Киевский патриарх опубликовал письмо Филарета к патриарху Кириллу. В письме идет речь о желании восстановить евхаристическое и молитвенное общение. Мы видим, как Филарет прогнулся под нашего гумдилева. Но удивительно то, что и наш патриарх пошел тоже на диалог. И уже даже готов изменить статус РПЦ-МП на Украине, которая может получить автокефалию, то есть независимость от московского патриархата. И получить возможность избирать метрополита. Удивительно, но по ходу иерархии РПЦ удалось договориться с УПЦ. Короче, поступили по-христиански. Ну, действительно, у нас очень крутые попы на злой Взорову. Они регулируют движение во время Майдана или вообще стреляют, отводя бронетранспортер назад. Не только у нас, понятно, я и про Украину говорю. Всю эту неделю проводился архиерейский собор, собрались реальные правители так называемого русского мира. Мы сличили дом властителей масс. Да, официально самый при самый главный православный патриарх сидит в Стамбуле, но Турция давно уже вся прогнулась под знамена ислама. И поэтому у нас де-факто патриарх Кирилл все-таки вселенский патриарх, но никак не патриарх константинопольский. Ну, по силе, по вере, по численности про прихожан почему Филарет пытался помириться с Кириллом. Ответ. Филарет, то есть УПЦ, спонсировали униаты. Это смесь православных и католиков. И, конечно же, спонсировали Соединенные Штаты. Куда же без них? Конечно, видели, которые видели в УПЦ, КП, то есть, кто не знает арбитатуру, в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, статус кирпичика, который можно выбить из фундамента РПЦ, чтобы сия организация развалилась в пух и прах. Но пришел Тональд Трамп, вы удивитесь, к власти в США и сказал, что теперь мы будем расходовать эффективно деньги. И если у вас, ребят, все воруют, то денег вы, киевляне, не ждите от нас. А Филарет один из главных, так сказать, представителей коррупции в рясах. Его кормушка схлопнулась, вот так вот. И он пошел к, так сказать, реальному патриарху, не то, что все ярус, а к реальному патриарху мира, покаяться, ну не пошел, а написал письмо, покаяться и влиться в ряды священников на Мерседесах. Другой аспект архи... Извините. Другой аспект архиерейского собора о том, что было или не было ритуальное убийство царской семьи или просто большевики охренели от того, что получили власть. Я думаю, что произошло второе, чем первое. И, конечно, тоже удивительно, что к делу о расстреле царской семье подключились следственные органы и различные ученые. Если вы помните, был спор еще в начале года про Исаакий, то теперь ученые и патриархи работают в связке. И это, конечно, вызывает удивление. Как-то сошлись они вместе. Всем интересно, что же все-таки произошло тогда, в 17-м году. Надо установить, так сказать, историческую действительность, историческую правду. Но, если Патриархи Кирилл скажет, что да, убийство царской семьи, это был ритуальный обряд, пока он это не говорит, но может сказать Иудеев, то поднимется новая буча, и даже до погромов дело может дойти. Вся эта история с Матильдой, это лишь, так сказать, принудия к вот этому вот принудит этих несчастных, ну, Иудеев, госпожа Поклонская, носить желтую звезду на майке, тем самым подтверждая тезис о том, что у нас фашистское государство. Кстати, реально, в Третьем рейхе церковь никак не препятствовала убийству евреев, ангстузу с Австрией и ввода войск в Чехословакию. Ничего не напоминает точно. РПЦ НТ Русскую православную церковь Московского Патриархата. А про убийство в целом царской семьи стоит процедировать Георгия Сергеевича Явлинского, лидера партии Явлока, который день горячо обсуждает умышленно раздуваемую байку о ритуальном убийстве последнего русского царя. Шьют это дело определенной национальной группе. Зачем? Цель очевидна вызвать распри, столкнуть людей и найти врагов русского народа. Но как в известном деле врачей. Почему это происходит? Потому что даже через сто лет после большевистского госпереворота, который явился прямой и единственной причиной страшного поступления, убийства царя и всей его семьи, современная российская власть отказалась давать этому событию, какую бы то не было политическую, правую и нравственную оценку. Отказалась оценивать гражданскую войну, оценивать большевизм в целом и сталинизм как его следствие. Именно отказ от серьезной оценки под бессмысленные разговоры о примирении между жертвами и палачами ведет к раскручиванию таких бредовых версий, которые на фоне фальши, о единстве и большинстве согласий и примирении всех со всеми наоборот всех со всеми стравливают. Это прямое следствие уклонения от принципиальной государственной оценки трагедии, которая случилась в России. Это еще одно прямое подтверждение того, что власти являются не просто наследниками и правоприемниками госпереворота госпереворота 1917 года, но и сами всегда готовы повторить ту преступную политику и воспользоваться теми методами в современной упаковке. Отказ современной российской власти от честной оценки собственной истории ради несменяемости и самосохранения и приводит к политической эксплуатации таких чудовищных версий, потому что, как известно, сон разума рождает чудовищ. Короче говоря, архиереи прогнулись под коммуняк. И таков итог этого архиерейского забора. Суббота. Пресс-служба планеты КВН Масляков ушел в стоимости директора по собственной инициативе. Ну, очевидно, так же он ушел, как и наши губернаторы уходят по собственной в кавычках инициативе. Мы видим, что даже Масляков и тот коррупционер, подаренный президентом Путиным КВНу, комплекс кинотеатра Гавана, он присвоил в себе и вследствие этого началась проверка составной прокуратуры города Москвы и тут же Александр Васильевич принимает решение об оставке. Вообще КВН настолько сейчас коррумпирован, что мама не горюй. Это хорошо чувствовалось в 2013 году, когда в финале лучше всех выступили команда Раиса, но победу отдали не им. КВН превратился с чемпионата СССР по юмору в оружие гибридной войны против Запада. Давно кстати нет в финале того, что одна команда бьется против другой. Нет, их там в финале по 5, по 6. Зачем? Ответ очевиден. Чтобы больше с них стрясти бабок. Ну, то есть допустим команда по целому ряда не проходит финал, но заплатила Александру Васильевичу денюжки и оп, судьи принимают решение, что команда проходит финал. Ммм, да. вызывает негодование вызывает негодование и система оценок. Это что за такой средний балл, по которому определяются команды. То есть по которому выясняется чья команда сильнее. чтобы было все объективно должны голосовать зрители и телезрители при условии, что за команду из своего региона или своего города голосовать нельзя. Вот тогда это будет объективно. А что мы видим сейчас? Я сам лично видел, но это не вошло в трансляцию первого канала, как Масляков, когда Нагиев поставил одной из команд низкую оценку, а Масляков попросил поставить более высокую оценку. Я уж вообще молчу, что команды сами теперь не пишут шутки. И как нам рассказал Дмитрий Кожома, что в КВМ введена цензура, нельзя сучить про Путина. Короче говоря, из клуба веселых и находчивых КВМ превратился в инструмент пропаганды и борьбы Кремля против иноверцев. И все это послужило причиной отставки Маслякова с должности директора КВМ. Ну что ж, на этом наша программа завершилась. А напоследок хочу сказать, что к моменту выхода программы в ряде регионов России проходят оппозиционные митинги ведущего оппозиционера России Алексея Навального. Так что попрошу вас на них прийти. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров Корректор А.